Музыка Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Эта ситуация вполне соотносима с тем, что сейчас происходит в сфере строительства в нашем любимом городе. Мы строили, строили и наконец построили! Ура! Эта счастливая ура к нам, к сожалению, не относится. В Котласе все печально. Стройки в городе почти встали. Тем временем новая глава пиарится в провластных СМИ с заявлениями про кривые схемы в сфере строительства, явно бросая тень на местных застройщиков, но об этом позже. Главные принципы работы экс-журналиста, а ныне городоначальницы – сместить акценты на других. Сначала она устроила публичную порку на совещании с местными строителями. Таких застройщиков глава пообещала включать в черный список и принимать их объекты только под ключ. Затем на страницах газеты. Кстати, кто еще не понял, теперь издание тоже своего рода рупор администрации. Взять, к примеру, вот этот номер с девятиэтажкой на обложке. Возмущению застройщика этой высотки СК-лидер нет предела. СМИ выставило его виноватым в задержке на полгода передачи дольщикам квартир. Мол, дело было в благоустройстве двора. Чтобы высказать свое мнение, почему ввод дома в эксплуатацию чиновники затянули на шесть месяцев, директор строительной компании Ольга Талащук пришла в редакцию Кот-Ньюс. Три года назад фирма приступила к крупному проекту – к возведению первой в истории Котласа жилой девятиэтажки. Дольщики на 158 квартир нашлись быстро. Застройщик тоже старался и был готов сдать дом Паушинского 41 в 2020 году, как и планировалось. Благоустройство мы сделали, у нас были оформлены документы на все благоустройство. Благоустройство делали мы все в сроки, которые нам предоставлялись. Задержка у нас получилась в связи с тем, что власти у нас говорили о том, что мы должны подключиться к договору о технологическом присоединении к сетям электроснабжения непосредственно от МРСК, а не от других сетевых компаний. Хотя, в принципе, это как бы законом не предусмотрено. То есть мы имеем право подключить сети этого дома к любой сетевой организации. В итоге лидер по собственной инициативе заключил договор с ООО «Сильэнерго», успев посудиться с ПАО МРСК Северо-Запада, потратив на это время и деньги. Вообще даже не предполагали, что мы столкнуемся с такой проблемой, но со стороны МРСК даже до объекта, которые у нас ранее введены были, тоже были такие сложности по поводу того, что сетевая организация не выполняла свои мероприятия, установленные договором срок. Договором, который о технологическом присоединении непосредственно, не гарантирующим поставщиком, а сетевой организацией МРСК непосредственно. То есть и по Кедрово-24, вот это введенный объект в эксплуатацию, там была такая же ситуация, то есть мы пошли на условия МРСК, мы там делали дополнительное соглашение и сроки продлевали по поводу подключения этого объекта к сетям. Только пока шли разбирательства, администрация все выжидала и не выдавала разрешение на вот девятиэтажки в эксплуатацию. Позиция, вероятно, была такова. Получится пролоббировать интересы крупного энергетика хорошо, нет и взятки гладки. Даже пугали будущих владельцев квартир. Вот что пойдет не так, усель энерго. Дом выпадет из энергосистемы страны. Решение арбитражного суда вступило в законную силу 31 мая 2021 года, то есть текущего года. И, соответственно, после вступления в силу решения суда, я думаю, что у администрации там уже не было вариантов для того, чтобы дальше как-то тянуть свободу на эксплуатацию. Кому должен достаться лакомый кусок в виде прибыли за подключение к электросетям целой девятиэтажки – вот вся суть на самом деле этой шестимесячной задержки, от которой пострадали не только рядовые дольщики, но и застройщик. Последствия нарушения договорных сроков повлекли за собой денежные штрафы. Из-за задержки ввода в эксплуатацию объекта многие дольщики подали в суд на взыскание неустойки по 214-му закону, то есть на то, что они имеют право. Ну и со своей стороны мы тоже имеем право по договору о долевом участии в строительстве поднять стоимость на 10%. Вместо того, чтобы помогать крупным застройщикам, у которых есть большие планы, чиновники не просто вставляют палки в колеса, но еще и словами медленно добивают репутацию местных стройфирм. А ведь новые дома – это не просто квадратные метры. Это рабочие места и налоги в бюджет. Это зарплаты у людей и возможность прожить. А может, новая власть рассчитывает на то, что с уходом местных строителей придут другие, более дружественные?